Добрый вечер, уважаемые жители Республики Саха, Якутия. Оценивая санитарно-эпидемиологическую ситуацию за прошедший день, необходимо обратить внимание на то, что на 31 марта 2021 года зафиксировано 27 новых случаев новой коронавирусной инфекции. В городе Якутске 17 случаев, в Алаховском районе 4 случая, в Горном, Мирнинском, Нерингринском, Сунтарском, Татинском и Уссалданских районах по одному случаю. Необходимо обратить внимание, что по сравнению с началом прошлой недели расширилась в некоторой мере география распространения инфекции. На настоящий момент, безусловно, для нас достаточно сложной является ситуация в Алаховском улусе, который в целом являлся достаточно спокойным, стабильным по санитарно-эпидемиологической ситуации, и в которой 4 случая непосредственно зафиксированы. Необходимо обратить внимание на то, что все случаи являются во все районы республики завозными, которые впоследствии превращаются в семейные либо корпоративные группы заболеваний. Нашими учреждениями здравоохранения и управления Роспотребнадзора за сутки проведено 1494 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Всего с начала течения эпидемии обработано 1 миллион 8 тысяч 856 тестов на новую коронавирусную инфекцию. С середины марта 2021 года действует порядок, согласно которому, помимо анализов данных порядком ПЦР, в расчет считаются также анализы, которые получены в результате тестирования через ИФА, через систему ИФА и ИХА, в связи с чем, соответственно, с завтрашнего дня всю информацию мы будем давать, исходя из количества тестов, произведенных на разных видах лабораторных исследований. В республике продолжается вакцинация на новую коронавирусную инфекцию. На 31 марта 2021 года в республику уже поступило 67 612 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. Первую дозу получили 57 195 человек. На завтра мы ждем поступления порядка 30 600 доз вакцины. После маркировки она поступит в районы республики. Часть вакцины уже в районы республики поступила и, соответственно, первоочередным продолжает являться вакцинирование непосредственно граждан пожилого возраста. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, режим повышенной готовности, объявленный главой республики Саха-Якутия год назад, было принято решение сегодня продлить по 30 апреля 2021 года, исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации. Для неработающих граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, режим самоизоляции сохраняется. Мы также обращаем внимание на необходимость соответственно ненарушения норм для данной категории граждан и, соответственно, выход на улицу и выход в общественные места с соблюдением всех требований, а также призываем прийти на вакцинацию. Что касается лиц старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, которые являются работающим, порядок и срок выхода на работу будет определён, соответственно, и объявлен завтра после принятия соответствующего постановления правительства Российской Федерации и о решении вопроса о продлении или не продлении срока действия временных правил оформления листков нетрудоспособности на федеральных уровнях. Просим, соответственно, и работодателей, и граждан, которые подходят под данные категории, исходить из, прежде всего, необходимости соблюдения безопасности для лиц, которые являются гражданами старше 65 лет и имеют хронические заболевания. Спасибо за внимание. Спасибо. Это был традиционный брифинг оперативного штаба республики в прямом эфире. Оставайтесь на канале Якутия-24. Оставайтесь на канале Якутия-24. Оставайтесь на канале Якутия-24. Оставайтесь на канале Якутия-24. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok